Всем привет! В эфире 18 выпуск заметок о Черкесии и сегодня долгожданная тема для многих из моих подписчиков, посвященная кабардинцам. Материала очень много, поэтому сразу приступлю к делу. Итак, кабардинцы на сегодня один из крупнейших этносов адыгского происхождения, адыгского языка, проживающих на территории Российской Федерации и за рубежом. В Российской Федерации они представляют собой самый крупнейший этнос, поскольку лучше всех сохранились. Занимали они в исторической перспективе, в период своего максимального развития территории от реки Кубань, от ее верховья, до самого Каспийского моря, в частности до устья реки Терек, ну и соответственно от хребтов Кавказа до безграничных степей Ставрополя. Изначально предки кабардинцев жили вместе с другими адыгскими племенами в Едином Союзе в раннем-средневековье на территории современной Кубани. В основном это были территории поймы реки Кубань и восточного Приазовья, то есть как раз степная часть Кубани. Но со временем с наступлением на эти территории сначала Крымского ханства, которое стал пытаться подчинить не просто экономически местное население, а прям политически, то есть прямыми вассалами их сделать. А позднее еще сюда подключилась Османская империя, которая активно пришла на Северный Кавказ. Соответственно все это усиливавшееся давление на адыгов начало как-то очень негативно на них влиять, они начали переселяться ближе в горную часть, и границы черкесской земли отходили все южнее. Позже, когда в степной части Кубани появились нагайцы, черкесы вынуждены были полностью уйти из степной зоны и переселиться в пойму Кубани, то есть клюв от Кубани на другую сторону. Вот в этом союзе преимущественно были жанеевцы, темиргоевцы и кабардинцы. Ну это как бы теория, то есть это еще пока не абсолютно утвержденный факт, это одна из исторических теорий. И значит так сложилось, что крымское ханство и сюда же приходило для того, чтобы починить их, обложить данью, вот это все население. И кабардинцы оказались именно тем субэтносом, который воспротивился вот этому давлению и предпочел уйти на восток. Тем более, что там вот после ухода и раздробления такого именно татарских племен, оставшихся от монголо-татарского нашествия, освободились довольно-таки обширные территории на Северном Кавказе. И вот вся эта масса кабардинская, она хлынула на территорию собственной исторической Кабарды, Центральный Кавказ, которую довольно быстро заняла. Единственное, между ними произошел небольшой раскол, в результате которого одна из частей под управлением князя Беслана вернулась обратно, решила вернуться обратно и поселилась, перешла, то есть за Кубани, переселилась вот в истоках Лобы, в Верховьях Лобы, после чего стала называться Беслинеевцами. За ними, кстати, ушли и балкарцев, часть немалая. Таким образом, вот кабардинцы, они довольно обширную территорию заняли, обосновали свое полноценное такое государство, но оказались отрезаны от своих родственников в Черкесии западной границей в виде реки Кубань. Однако остались независимы, более-менее от Крымского ханства и Османской империи смогли им активно сопротивляться. При этом к ним в подчинение попали вот и те народы, которые не относятся к чешкескому миру, проживали на этих территориях. Осетины, ингуши, карачаевцы, часть теченцев. И чуть-чуть позже сами собственно Беслинеевцы с балкарцами все-таки подпали в такое политическое влияние кабарды. Да, есть версии о том, что якобы адыги жили с ранних тысячелетий на этих территориях, но действительно есть теории, подтверждающие, что часть майкопской культуры или кабанской культуры 4-го, 2-го тысячелетия до нашей эры, она относится к черкесскому населению, прото-адыгам так называемым. Но дело в том, что известно, что в какие-то периоды времени они все-таки были выселены, эти адыгоязычные племена с этих территорий, из-за нашествия гунов, алан, монголо-татарского нашествия. То есть все это нашествия выбили все это население обратно в западную Черкесию, и кабардинцы не были там, они туда пришли уже в средневековье, то есть как бы вернулись на старые адыгские земли. В русской историографии кабардинцы были известны как пятигорские черкассы. Скорее всего это связано с тем, что первые упоминания, самые первые источники о них, которые попадали именно в Россию, не на Русь, а точнее в московское княжество, они чаще всего упоминали как место их проживания пятигорья, пять гор. То есть самый упоминаемый такой топоним вот в этих старых источниках, из-за чего они стали называться пятигорскими. Хотя преимущество не было особо такой центр прям в жизни кабардинцев. Сами кабардинцы вели свою родословную от легендарного князя Иннала, объединителя всех адыгов. Грубо говоря, у них был большой такой аристократический род Иннолидов, который просто позже разделился просто на отдельные ветви княжеских родов и которые управляли разными частями кабарды. И вот в 16 веке, в эпоху расцвета кабарды, она была разделена между тремя домами этих Иннолидов. Семейство Кальтукиных, которые придерживались больше крымско-ханской направленности, больше симпатизировали крымчанам. Идаровых, которые больше симпатизировали русскому княжеству. И Тлустановых, которые были такие не чистые черкесы, а смешанные с тюркским родом. В середине 16 века вот эти Кайтукины прокрымские выдавили Ильдаровых на Нижний Терек, так называемые княжества Сунчалеевича и Черкасских. А дом Тлюстановых в Терско-Сунжескую область, то есть Чечню. И вот территория, которая была подконтрольна вот этим Кайтукиным основным, она стала называться Большой Кабардой. Ну собственно Кабардой и называться стала. Так называемая Великая или Верхняя Кабарда. А в отличие от Малой Кабарды, которая как раз таки включали вот эти изгнанники, то есть Тлюстановые и Ильдаровые. Чуть позже она вот эта Большая Кабарда еще разделялась между более мелкими рядами. Это Атажукины, Месостовы и Джамбулатовы, три больших рода, которые разделились в 18 веке еще больше. Ну в общем такое вот дробление происходило с каждым годом, с каждым веком точнее. И вот род Ильдаровых, который оказался выдавлен из Черкесского мира к Каспийскому морю в Устетерике, оказался на самом его окраине, оказался в таком окружении вражеского населения к себе. То есть с одной стороны на них давили тюрки, тюркоязычные племена, те же нагайцев с севера, с юга это были кумыки дагестанские, опять же сами дагестанские народы, эти аварцы допустим те же и чеченцы с другой стороны. И к тому же они постоянно находились под угрозой нападения с одной стороны Крымского ханства, которое постоянно делали набеги в Кабарду и доходило довольно далеко своих набегов вплоть до Азербайджана. С другой стороны была опасность нападения со стороны Ирана, границы которого находились в то время не так далеко отсюда. И вот эта ситуация привела к тому, что Ильдаровы вынуждены были в 1561 году обратиться к русскому царю Ивану Грозному, который в целях обеспечения безопасности своих астраханских владений, вот только-только приобретенных, астраханское ханство захватил, хотел как-то найти себе союзника, который с юга мог прикрывать это новое владение. И таким образом произошел княжеский брак. Иван Грозный женился на дочери кабардинского князя из рода Иналовых, Тимрюка Идарова. Звали её Идархе Гуашеней, которую после крещения наименовали в Москве царицей Марией. Таким образом возник такой союз московского княжества и части кабардинцев. Тимрюк до конца своей жизни придерживался защиты интересов своего тестя московского князя Ивана Грозного. А Иван Грозный соответственно поддерживал его в конфликтах с кабардинцами и защищал его в принципе от соседей немирных. Кстати стоит отметить, что впоследствии весь род Ильдаровых, он постепенно перешел с все большим подчинением кабарды Москве, все больше переходить стал на службу именно русскому царству и в итоге настолько интегрировался, что они в итоге стали сами российскими дворянами. То есть они свои кабардинские корни растеряли, ушли в Россию. И от них же и прошла фамилия вот эта Черкасский. И вот после этого княжеского брака Тимрюк Ильдаров обращается к Ивану Грозному с просьбой как бы обеспечить ему безопасность на этой территории и построить свою крепость, русскую крепость в землях Ильдаровой кабарды. Для этого он как бы указывает удобное место на месте падения речки Сунжи в речку Терек. И в общем Иван Грозный идет ему навстречу. В 1567 году была построена эта крепость-укрепление, которая получала название Терского городка. Как раз туда первое казачество начинает переселяться, Терское, откуда оно и впоследствии пошло. Строительство этой крепости значительно повышает авторитет Тимрюка среди соседних народов. А Россия в свою очередь из Ильдаров позволяет контролировать себе контролировать вот этот довольно выгодный торговый путь, который проходил через Астрахань и Дагестан в то время. Однако, как уже говорилось в выпуске про нагайцев, в 1569 году, то есть спустя там меньше чем 10 лет, происходят эти события, связанные с тем, что Турция решила отреагировать на захват Астраханского ханства и объявляет войну московскому княжеству и отправляется в так называемый Астраханский поход вместе с крымским ханством, да, с крымчанами. Стали захватить Астрахань и отрезать Россию от Кавказа. Как я уже и говорил, в этом походе турки проиграли, они, скажем так, дезертировать начали в зимнее время очень сильно войска эти. И тут проявилось именно вот эти союзческие отношения с Кабардой в том, что турецкое войско, турецко-крымское, оно отступало не по верхней дороге, как шло по Волгодонскому облачевому каналу, а отступало через территорию Ставрополя, через степи вот эти засушливые. Там очень сильно страдало от жажды, голода. И тут кабардинцы устраивали постоянные нападения на отступающих, как бы захватывали обозы, солдат в плен, грабили, очень сильно повредили крымско-турецкому войску. Тем не менее, через два года, в 1571 году, Иван Грозный все же принимает решение уступить турецкому султану и сносит этот террский городок, крепость, в связи с тем, что он тогда вел Ливонскую войну и ему нужно было быть уверенным в том, что будет Южный фронт безопасным, что турки не нападут в самый неудобный момент. Поэтому, чтобы заручиться этой безопасностью с турецкого направления, вынужден был пойти на уступки. Тем не менее, прошло получается 17 лет и в 1588 году уже новый князь, царь, точнее московский Фёдор Иванович, восстанавливает террский городок. В то же время, малые нагайцы еще середины 16 века, которые были в союзе с кабардинцами, еще больше усиливают этот союз. Благодаря тому, что именно кабардинцы в союзе с другими соседними северо-кавказскими народами, но преимущественно кабардинцы, помогают нагайцам отбиться от наступления калмыков, которые их выдавливали из Азии. То есть калмыцкое нашествие, оно именно здесь остановилось в Кабарде и больше калмыки уже не делали нападений. Нагайцы как бы остались в покое здесь, малые. Однако со временем, вот взаимоотношения московского царства с Кабардой начали меняться, то есть сам характер их носил переход от такого союзничества уже в полное подчинение. То есть Москва потихонечку брала на себя полномочия в управлении в Кабарде и потихонечку втягивала его в свой состав. Московское княжество начало назначать из Альдаровых князей в управление, скажем так, нерусским населением в Терском городке. То есть таким образом как бы уже показывало им, что полномочия она распределяет на какие-то определенные действия. И вообще в принципе вот именно вот эти действия Альдаровых они впоследствии привели к тому, что Москва шаг за шагом эту Кабарду начала под себя подминать, включать, забирать эти полномочия, что и в итоге вылилось в полное покорение. Ну это об этом попозже. Кабардинцы постоянно испытывают нападение от крымских ханов, которые всячески пытаются их включить в свое государство и обложить дань. Не только данью экономической, но и еще и данью людьми. То есть людей отзывать пытаются из Кабарды на различные там походы для крымского ханства. Дело в том, что именно кайтукины в Большой Кабарде они были более подвержены тому, чтобы отплачиваться данью от крымского ханства, чтобы не вступать в эти стычки и не воевать за свою полную независимость. Однако к 1670 годам Кабарда полностью объединяется, все ее части, и объявляет крымскому ханству полный отбой. Идите к черту, ничего вам платить не будем. Тут же происходит нашествие. И начиная с 1671 года, вот в течение почти 300 лет на Кабарду постоянно каждый 10-20 лет происходят такие массовые набеги как со стороны крымского ханства, так и со стороны Османской империи. И иногда Османская империя, допустим, наоборот крымчан подначивала к тому, чтобы они нападали всячески. Однако все нападения крымцев в весь трехсотлетний период преимущественно оказываются безрезультатными, хотя и приносят значительный урон местному населению, в принципе, кабардицам, которые, соответственно, вынуждены скрываться в горах, партизанить очень часто, сжигаются вот эти города, дома, уводятся многочисленные люди в плен. Но Кабардицы свою независимость удерживают. Яркие примеры из этого можно привести несколько. Например, в 1696 году, когда Османская империя серьезная потерпела неудачу серьезную и русские захватили Азов, значит, после сдачи, прям с поля боя, крымский хангел Летгереев вместе с тремя тысячами усадниками прибегает, значит, оттуда к кабардинцам с требованием срочно предоставить войско кабардинское для помощи в отбитии Азова у русских. Однако кабардицы в очередной раз посылают его к чертям собачьим, но понимая, что не справится с таким войском, обращается за помощью к почевавшему тогда в этих местах калмыцкому хану Аюке, который в то время уже, как все калмыки, были на службе у России, у русского государства. В этом деле им калмыцкий хан помогает. Им удается уклониться от этого похода на Азов, Девлет Гирей уходит ни с чем, и, соответственно, турки и татары с грохотом проваливают осаду Азова, и Азов окончательно переходит в русские владения. Также был такой тоже примечательный случай. В апреле 1707 года на крымский престол поставили хана Каплана I Гирея, который отправил в кабарду своего каглу, управляющий военачальник Менгель Гирея с отрядом элитных всадников, с требованием покорности бородинских князей, покаяния такого, что они были неправы, сопротивлялись крымчанам, и довольно серьезный штраф требует с них дань за то, что они помогали скрываться беглым бесслинеевцам, которых подчинили крымчане. Полгода спустя управляющий этот возвращается в Крым ни с чем, и сообщает крымскому хану о том, что кабардинцы отказались вообще идти на все эти условия и послали его к черту опять. Одновременно с этим кабардинцы обращаются к османскому султану Ахмеду III на тот момент. Дело в том, что именно в эти годы кабардинцы стали принимать мусульманскую веру, строились у них мечети. Это было больше такое показательное, конечно, в целях того, чтобы от них хоть как-то отстали турки с татарами, что вроде как единоверцы, их трогать нельзя. Именно под таким предлогом они обращаются к османскому султану, что, дескать, вот смотрите, как так получается, мы единоверцы, а тут крымский хан пришел и требует из нас какой-то дани, как будто мы какие-то геуры, инородцы. Получается обратный эффект. Дело в том, что Ахмед III, услышав все эти просьбы со стороны кабардинцев, приходит в совершенно бешенство, что такое наглое неподчинение, требования с их стороны. Объявляет Турция официально войну кабардинцам, кабардинскому государству. Сам, конечно, турецкие войска он не посылает, но обращается к этому крымскому хану Гирею, обеспечит его значительной материальной помощью с требованием собрать крупное войско и напасть на Кабарду, чтобы окончательно дать понять кабардинцам, кто тут хозяин. По требованию султана Хан Каплан Гирея лично в 1708 году вторгается с войском огромным в пределы Кабарды, где там происходит одно из самых крупнейших сражений кабардинцев с крымчанами за всю историю вот этого противостояния. В урочище Нижние Канжалы, так называемая Канжальская битва. В исторической литературе приводятся совершенно разные сведения по поводу количества войск, участвовавших в этой битве. Если взять что-то такое среднее из этого вычислить, то получается, что войско крымчан составляло от 20 до 40 тысяч всадников, куда входили как крымские, так и турецкие нагайские всадники. Нашествие в принципе это неожиданным не было для кабардинцев, они естественно были предупреждены заранее, видели, что это войско идет в их сторону. Еще когда кубани не форсировали, крымчане всех своих женщин, детей, стариков всех в горы увели, спрятали в лесах, в горах все имущества, туда скотовые вывели, то есть запустошили земли, приготовились в так называемой выжженной земле, войне на выжженной земле. И стали готовиться к обороне. Вот в этом местечке нижний конжал, подножие Эльбруса. Кабардинцы сделали вид, что идут на мировую сначала, однако татары стали выставлять им совершенно сумасшедшие непосильные требования и вот дождавшись ночи в быстрой такой атаке на обманутого противника, не ожидавшего совершенно ее, кабардинцы разгромили в пухопрах поиска крымского хана, которые в панике стали отступать. При этом отступивших они еще и настигли дальше на речке Гунделен и довершили полнейший разгром этого всего войска. Из мактысячной армии в Крым вернулось, как начали, всего несколько тысяч человек. Там отдельно есть выписка, что в отряде были как бы подразделения паши турецкого эскафы, большие турки, но из них возвратилось всего вообще несколько, человек 30 по описанию. Разгром был настолько ошеломляющий, вообще на Кавказе прогремел, что вот все понимали, что хорошо оснащенная с артиллерией современная армия просто потерпела поражение от группы, ну просто всадников без какой-то такой определенной тактики. В общем, это вызвало большой резонанс как в Испанской империи, так и вообще даже в Европе. В России соответственно это заметили и решили как бы воспользоваться этим, чтобы еще больше усилить свою помощь, то есть еще больше вовлечь ее в свою орбиту. С этих лет как раз и начинается вот эта активная помощь русских войск именно в борьбе с Крымом и Турцией для кабардинцев. Что еще сильнее увеличится с 1711 года при Петре Первом, который активную деятельность на Кавказе вел, как мы знаем, и именно Петр Первый стал активно привлекать и свои кабардинские войска вот в своих походах. А крымчане же еще больше озлобившиеся стали продолжать набеги на Кабарду уже более крупными отрядами, то есть с тех пор Кабарда жила в постоянной войне практически. Одно из таких нападений в 1835 году, поскольку имелся уже протекторат от России, со стороны России привела фактически к русско-турецкой войне, к началу русско-турецкой войны, как повод. В манифесте, отправленном в Турцию со стороны России в 1836 году, говорилось о том, что именно в защиту кабардинцев они начинают русско-турецкую войну. В ответ на это султан в Кабарду турецкий отправляет 60-тысячное войско с артиллерией, увеличивает еще к концу августа того же года их до 80-ти тысяч путем присоединения вот этих нагайцев и уже кубанских всадников. Но все равно терпит сокрушительное поражение уже от объединенных русско-кабардино-калмыцких на тот момент войск. То есть это не было какой-то одной такой битвы, то есть ряд сражений, которые привели к поражению этой мощнейшей армии. Итак, с потерей большого крымского влияния и приобретением российского влияния кабардасов в середине 18 века начинают все больше терять свою самостоятельность. В 1658 году они уже добровольно начинают принимать участие с этого года в походах русских войск, в частности был такой прикаспийский поход крупный, в котором участвовали кабардинцы самостоятельно без вызова со стороны России. Однако позже начинаются затруднения в российско-кабардинских отношениях. Дело в том, что начинаются активные стычки такие между русскими и кабардинцами, именно Большой Кабарды, которые из партии из рода Кайтукинах, которые прокрымские были. Именно поскольку Россия начинает активную войну с крымским ханством, начинает подчинять его территории в эти годы. Мы знаем, что через 20 лет, к 1780 году, Крым вообще перешел полностью под злодение, был присоединен к Кайтукину II к Российской империи, что вызвало, в общем-то, негативную реакцию и сопротивление в Большой Кабарде, вот этого рода Кайтукинов. В свою очередь, род Кайтукинов начинает еще больше враждовать с теми родами кабардинцев, которые настроены пророссийски. И между ними начинается междоусобица. То есть происходит такой полный разлад на территории Кабарды. И в этот момент Россия начинает потихонечку переходить уже от вассалитета к захвату территорий. Одним из причин внутренних конфликтов, основным таким ключевым стало то, что в 1759 году один из князей Малой Кабарды Кургока Кончокин принимает крещение. Становится христианином, принимает новое имя Андрей Иванов и переселяется с крестившимися подданными в мездогу. Из числа переселенцев, крещенных кабардинцев, осетин, создается так называемая моздокская казачья команда, насчитывающая чуть больше ста человек, что воспринимается крайне негативно в Кабарде. В октябре 1962 года Сенат Российский направляет Екатерине Второй доклад, где указано, что для укрепления власти Российской империи в этой территории, в этом урочище в Мездогу, необходимо устроить крепость Маздог. Для поселения туда крещенных кабардинцев готовят проект крепости, который к 1757 году уже был готов. Как бы предполагалось, что данная крепость будет защищать христиан осетин от такого недружелюбного мусульманского населения горского от остального. В декабре 1962 года издается указ, по которому каждому кабардинцу, который переселяется в эту крепость, созданную в район Моздока, и принимает христианство, выдавалось такое единовременное пособие, что увеличило выход людей из Кабарды именно в Моздок в целях получения денежных средств. Начинают появляться вокруг Моздока христианские и кабардинские поселения. Подобное обстоятельство вызвало такое серьезное недовольство среди феодалов Кабарды, чем сразу же воспользовались те из них, которые были настроены прокрымским. Итак, после основания Моздокской крепости в 1863 году кабардинцы лишаются своих земель на левом берегу Терека. При этом их делегации постоянно приходят к царским властям, к императорским и российским, и просят всячески эту крепость убрать, чтобы не ухудшать отношения, что игнорируется. Единственное, что со стороны Екатерины Второй потом приходит такое предложение о том, чтобы она им выдаст большое денежное вознаграждение, чтобы они отказались от своих претензий, что их, в общем-то, не устраивает. Все это приводит к началу первых кабардинско-русских стычек. По сути, вот именно это действие, основание этой крепости и отказ от ее срыть, является официальным началом большой столетней Кавказской войны, первым ее эпизодом. В последующей войне в 1769 по 1774 годы русско-турецкой, аристократия кабардинская выступает на стороне Турции и Крыма. Но народ все еще выступает против крымчан, он больше доверяет пока еще русским ввиду памяти о том, что творили эти крымчане на территории Кабарды. И как бы такого восстания большого не удается сделать, но постепенно отношение народа к русским меняется в связи с тем, что в царской администрации, чиновники царской администрации еще болели такой ксенофобией, были далеки от реальной жизни, очень такие высокомерные, очень частая черта российского чиновничества. И все это приводит к каким-то таким лицеприятным стычкам, определенным событиям, которые начинают менять отношение кабардинцев к русским не в лучшую сторону. Сама политика начиная с 70-х годов 18 века, сама политика Российской империи начинается откровенно колониальный характер принимать. К концу русско-турецкой войны в 1774 году происходит крупнейшее сражение, последнее этой войны, в котором крымские и турецкие войска проигрывают, их разбивают очень серьезно, и Девлет-Гирей, крымский хан, вынужден бежать из Кабарды. Турция, по итогам концу Кайнажурского договора, признает большую и малую Кабардуть владением Российской империи и обязывается не влезать никаким образом в взаимоотношения Кабарды. Согласно статье 21 договора мирного с Турцией, и Кабарда большая и малая становятся ее частями полноценными, то есть Российской империи уже. Постройка укреплений в кабардинской земле стала началом полномасштабной колонизации кабардинских земель, сначала русскими в виде русских войск и их семей, потом и гражданским населением русским, а впоследствии на их территории стали переселять горские народы другие, которые раньше были у них в подчинении. По сути, до начала 19 века, до первых годов 19 века Кабарда самостоятельно сражалась с Российской империей, пока другие горские народы еще не вступили активно в фазу большой Кавказской войны. И так получилось, что основная часть своих сил была потрачена именно до большого Кавказского восстания. Кроме того, строительство с 1977 по 1978 годы большого моздокской линии укреплений, которая протянулась от Средней Кубани до Моздока и соединялась с Каспийским морем отдельной линией, то есть такая появилась линия из десятка крепостей, между которыми находились казачьи пикеты, которая была очень сложно пересекаемой для горцев. Таким образом, все, что выше этой линии, то есть огромные пастбищные территории в Ставрополе, они были отрезаны от кабардинцев, то есть кабардинцев активно оттуда начали выселять. Так, например, вокруг Пятигорья огромные кабардинские поселения вообще полностью исчезли, нынешний Пятигорск и все эти курорты. Огромные пастбищные территории, поскольку сократились, то есть все население собралось в небольшой предгорной горной территории, кабарды, это во-первых. Во-вторых, начался падеж скота и голод начался, и все это стало приводить к еще и появлению первых эпидемий болезней, в том числе чумы, из-за вот этой скучности населения, которая вынуждена была сойтись на довольно узкой территории. И здесь вот эта начавшаяся чума еще в начале 19 века, в 1802 году она началась, она без малого 20 лет перерывами длилась, и вместе с перманентной войной с российскими отрядами, перманентной войной с нападавшими крымчаками периодически, это все привело к значительному сокращению населения, то есть 300 тысяч кабардинцев было изначально, и после всех этих событий к 1925 году 10 раз сократилось население до 30 тысяч примерно человек, и как с удовольствием замечали царские генералы, что больше не страшна русским войскам вот эта серьезная кабардинская конница массивная, и сама Кабарда больше не представляет сложности к ее покорению, вот сама за себя якобы свое дело сделала, то есть не надо больших войск выбирать, чтобы всех захватить. Более того, в 1801 году еще и ограничили взаимосвязь кабардинцев с западными адыгами, то есть с остальным адыгским миром, по сути, путем постройки крепости Кислые Воды, Кисловодского рощаща Нарцана, что по-русски звучит как Нарза. Это именно крепость, ее и была цель, чтобы отрезать сообщение с западной Черкесией. Сопротивление все равно не заканчивается, кабардинцев оставшиеся в живых, кабардинцы собираются, пытаются дать отпор русским войска. Но, к сожалению, в большой битве на речке Кумбалей, это территория примерно Северной Осетии, Ингушетии, там у них происходит серьезная битва с русскими войсками, в которой терпят поражение, и отсюда появляется тогда у них пословица, кто не умер от чумы, того забрал Кумбалей. Перерезаются сообщения между горной частью кабарды и равниной, и из горной части начинают принудительно выселяться кабардинцы на равнину под крепости. В частности, такой крепости был Нальчик, созданный для того, чтобы туда насильно подселить кабардинцев и держать их под военным контролем полным. Именно в 22 году вот этот степь крепостей построил генерал Ермолов именно для покорения кабардинцев и начал насильно их переселять к этим крепостям под надзор русских войск. Остатки собрались в горах кабардинцев, и в 27 году Ермолов совершает поход в глубинную горную кабарду, из-за чего ряд кабардинских князей и орков вынуждены были отступить через Баксанское ущелье, через Прейль-Бруссия, в западную Черкесию на Кубань, где образуют так называемые беглых свободных кабардинцев аулы, или по-другому еще Хажретова Кабарда, где они продолжают сопротивление вместе с абадзехами, шапсугами, тухайцами в черкесских территориях Кубани. Часть кабардинцев переселяются в Чечню и Ингушетию, где также продолжается сопротивление, и по сей день остаются часть черкесских фамилий, вот они имеются среди чеченцев и ингушей. Территории кабардинские, в частности, малые кабарды, опустошенные полностью войной, там все население вымерло, заселяются позже чеченцами и ингушами, а равнины и кабардинские земли заселяются осетинами, балкарцами, карчаевцами. Война, которая началась в 1817 году в Восточном Кавказе, в Чеченской, дагестанской территории, и война, которая началась примерно в это же время в Черкесии на Кубани, они уже никак не могли повлиять. Кабардинцы к тому времени были полностью ослаблены, значительная часть погибла и как бы они не могли уже дать серьезным союзникам быть и как-то сопротивляться, тем более были сильно серьезно окружены. И, соответственно, никакой самостоятельности политической уже мечтать не приходилось. В восточной части Кавказа они вместе с чеченцами ингушами вынуждены сдаться с пленением Шамиля, а в Западном Кавказе с окончанием Кавказской войны они вместе с черкесами и остальными мухаджирами вынуждены мигрировать в Османскую империю в 1864 году в значительных массах. Территорию Кабарды в России административно называют Нальчикским округом Терской области, а в титуле российских императоров появляется такое наименование как государь Кабардинской земли. Территориально ущерб Кабарде на этом не закончился. Уже в советское время, в 1921 годах, под предлогом социализации, значительные земли, почти треть фонда земельного Кабарды распределяется между другими ворскими народами, соседними. А в 1944 году она лишается еще один район. Что касается самих кабардинцев, они сами по себе имели те же скультурные характеристики, что и другие адыги. У них также был принят обычай гостеприимства, то есть для гостя отдельно было всегда домик, в котором было все лучше, чем у хозяев. Гость был неприкосновенен, у них практиковалось это лычество, то есть отдача на воспитание в знатную семью своих детей. У них был развит этот кодекс адыга-хабзе или адыгства, особенно у орков, которых прям очень строго следили за тем, чтобы за этим морально-этическим кодексом, чтобы он соблюдался. У них очень сильно при этом на основе этого кодекса был развит этикет и вежливость, как описали путешественники в Кабарде в те времена. Вежливость доведена до абсурда, то есть максимальный этикет. Даже крымские ханы из соседней горские народы посылали в 16-18 веке на обучение в Кабарду своих детей, обучение именно этикету и этим поведением в рамках морального кодекса адыга-хабзе. Современные же кабардинцы живут ремущественно в России, в Кабардино-Балкарской республике, где составляют чуть больше половины населения. В соседних республиках, в Краснодарском Ставропольском крае, в более меньших масштабах, составляют они немалочисленную часть адыгов Турции, где вот в Турции в принципе третий народ по количеству черкесы, а из них немалая часть кабардинцев, но там они очень серьезно потеряли свой язык, культуру, то есть они отуречены были в эпоху событий, связанных с крушением Османской империи. Также они составляют часть зарубежных диаспоров на Ближнем Востоке, в Европе и в Америке. На территории бывших СССР их на сегодняшний день проживает около 400 тысяч человек. У них в 91 году был создан Конгресс Кабардинского народа, который очень важную роль играет в развитии культуры и языка. И среди деятелей, которых можно выделить, среди кабардинцев известных еще тогда, во время Кавказской войны, является Киляр Хаширов, который в составе царского отряда генерала Эммануэля в 1829 году, когда войска поднимались на Эльбрус, они сами войска-то не дошли, и он первым был человеком, который добрался до вершины Эльбруса и покорил его, оставил там российский флаг. На этом все. В следующем выпуске поговорим, наверное, все-таки про Абхазов. Буду рад комментариям на эту тему, очень буду рад перепостам, если сможете сделать максимальный репост, потому что нужно понимать, куда двигаются каналы, было бы интересно вообще услышать еще больше мнений, больше подписчиков. Вступайте в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и следите за новыми выпусками. На этом все. Всем пока.